Коллеги, здравствуйте! Меня зовут Андрей Коляда, я заместитель исполнительного директора Всероссийского общества изобретателей-рационализаторов. И сегодня мы с нашими коллегами-журналистами, обсуждая в промежутках между работой, общаясь, решили все-таки записать некий материал о том, что такое теория решений изобретательских задач. Сегодня о ней многие говорят, многие ее применяют и в России, и особенно за рубежом. Я бы хотел рассказать в общих чертах, буквально на бытовом уровне, не уходя в какие-то специальные технические штуки, и цель нашего интервью, в общем-то, вызвать к этой теме интерес, который потом, впоследствии, можно будет развить каким-то образом. Итак, что же такое теория решений изобретательских задач, как она родилась? Молодой 20-летний матрос Генри Хальшуллер, который служил на военном крейсере патентоведом. Не все время патентовались на крейсерах изобретения, у него было достаточно большое количество свободного времени. Человек сам себе задал вопрос, а как изобретатель изобретает? Вот по большому счету, если мы вспомним семантику слова изобретатель из образа в русском языке, то есть это творец, художник. И в принципе изобретатель не очень отличается от актера или режиссера или композитора с точки зрения того, что складывается в голове как какое-то новое техническое решение или новая идея или какие-то способы и подходы к решению задач. Задав себе этот вопрос, вот этот молодой 20-летний студент исследовал более 140 тысяч патентов, которые находились в его распоряжении. Стал вопрос сортировки. Патенты, как вы понимаете, изобретения бывают разные. Кто-то придумывает уж совсем какие-то простые вещи, неприменяемые нигде, кто-то придумает гениальные штуки, которые меняют мир. Их надо было как-то классифицировать. Собственно, с этого все и началось. Что он сделал? Он поставил перед собой три гвоздя. На первый гвоздь повесил те изобретения, которые явно не имеют никакого смысла. Ну, совсем. Как почесать левым мизинцем правое ухо, условно говоря. И большая часть изобретений легло на левой гвоздь. На средней гвоздь он повесил ту часть изобретений, которая, ну, и была, возможно, спорной, но предполагала обдумывание каких-то вещей и, возможно, потом применение. Это был второй гвоздь. А на третий гвоздь совсем тоненькую пачечку выслили те изобретения, которые, ну, по его субъективному мнению, ну, оно было не совсем субъективным, все-таки человек был патентоведом и понимал прекрасно, как устроено вообще вот развитие технологического общества. И, очевидно, вот на третьем гвозде у него сохранялось все самое ценное. Что-то с этим надо было дальше делать. То есть надо было определить, есть ли методика, которая могла бы в качестве творчества, то есть, ну, к человеку какое-то озарение пришло, боснели оно пришло, или там не то на голову говорят, яблоко упало. Мы не видели, но все в это свято верят. Момент озарения наступает. Озарение нельзя прогнозировать, а в то же время задачи надо решать. Задачи жизнь перед нами ставит постоянно, они разной сложности в абсолютно разных отраслях, начиная от выстраивания человеческих взаимоотношений, заканчивая ядерной физикой. То есть задачи есть везде. И человек задал себе вопрос, можно ли как-то выстроить структуру мышления изобретателя и дать ему какие-то инструменты, которые позволили бы делать запрограммированные изобретения, скажем так. Вот это была его мотивация, для того чтобы приступить к тризму. В конечном итоге он создал 40 известных способов решения изобретательских задач, положил их в таблицу, чем-то схожую на таблицу умножения. То есть с одной стороны были вещества, с другой стороны воздействие, а посередине были квадратики, в которых были отмечены методы, например, первый и пятнадцатый метод. И выписал эти методы, все 40 штук, для решения задач. Причем самое интересное оказалось, что методы в большинстве своем чрезвычайно простые. Яль Шуллер всегда к этому призывал. Усложнение всегда дает утяжеление, нужно все упрощать. Я, например, назову два метода таких ведущих известных. Метод переворот. То есть если у тебя предмет стоит все время на ногах, как мы, вверх головой, то и мышление соответственно надо как-то учитывать, что голова находится на таком уровне земли, а ноги на таком. И какие-то задачи ставит человека в тупик, потому что зашорен. Вот именно этим. Отпоставьте человека на голову, ногами вверх. Половина задач решается совершенно автоматически. Просто можете поэкспериментировать. Вот на таких простых вещах. Второе. Аль Шуллер всегда был убежден и считал, и абсолютно прав в том, что нет нерешаемых проблем. Если проблема не решается целиком, говорила Шуллер, значит, надо разбить ее на части и решать ее по частям. Причем тут уже появляется вариативность в плане того, что можно разбить во времени решение задач, а можно разбить в производственном процессе или в каких-то других веществах, решая ее по каким-то моментам. У него возник вопрос, а что же мешает это делать? И тут выяснилось, что мешают противоречия. То есть, если мы с вами хотим, например, увеличить выручку в магазине, начинаем думать, как нам это сделать. Давайте повысим цены. Ну хорошо, мы, возможно, приобретем больше денег, но зато потеряем огромное количество клиентов, которые были до сих пор. Опа! Возникает явное противоречие вот этого вопроса. И мы начинаем решать вопрос конкретно в этом противоречии. Что же нам нужно сделать, чтобы и клиент не ушел, и денег стало больше? Область сужается, и, соответственно, очевидные решения начинают всплывать сами собой. Ну, наверное, изменить ассортимент или изменить подход какой-то. Вот как сейчас, кстати, показала пандемия, ребята, которые очень быстро сообразили и ушли в доставку, когда нельзя было покупать в магазине, они сегодня выигрыши и на коне. То есть, сегодня традиционная форма практически умирает. Неизвестно, как будет дальше, но вот эти два с половиной года пандемии показали, что, наверное, так эффективней, то есть и дешевле, по большому счету. Не надо содержать большое количество персонала, это дальше. Но это я не хочу сейчас вводить в эту историю и так далее. Сложенный метод получили ТРИС. У Альшулера появились последователи, появились ученики, которые разделяли его взгляды, тоже были творческие люди, в общем-то, это была техническая интеллигенция, инженеры, профессора и так далее, которые приняли в этом участие, и ТРИС начал развиваться. Развиваться каким образом? То есть, после теории решения изобретательских задач появился алгоритм решения изобретательских задач. Сложный, тяжелый, что уже противоречило АТРИЗу. Нужно было упрощать, сейчас я не хочу о нем говорить, потому что он уже практически нигде не применяется. Но при этом возникла очень интересная штука такая, которая называется в ТРИЗе идеальный конечный результат. Мы все стремимся к идеальному конечному результату. А вот как сформулировать идеальный конечный результат? Общей формулой, которая будет касаться любой сферы человеческой деятельности. Альшулеру это удалось. И, поверьте, вы очень быстро поймете, вот это упрощение, как оно решило задачу. Идеальный конечный результат есть сумма полезных функций системы, стремящаяся к бесконечности, разделенная на сумму функций затрат, стремящуюся к нулю. Таким образом, идеальный конечный результат это когда системы нет, а функция исполняется. Стремление к идеальному конечному результату привело его к следующей идее. Он выявил, что все события, все процессы и все прилегающие моменты с этим всегда развиваются по С-образной экспоненте такой. То есть начинается первый этап, предвестники, потом первый этап, собирается группа каких-то энтузиастов, решающих какую-то задачу. На этом этапе нет денег, нет финансирования, нет каких-то лабораторий и так далее, но есть энтузиазм, есть желание придумать что-то. И в конечном итоге, как сегодняшняя конференция показала, люди приходят к этому, придумывают. Дальше наступает этап номер два, то есть когда резко пошло вверх финансовое положение, то есть начали продаваться. А здесь самый страшный этап на самом деле наступает, потому что в этот момент изобретатели уже не нужны, но потому что все работает. Как кажется руководству, их заменяют эффективными менеджерами. Самая опасная штука. Если эффективные менеджеры, а они всегда думают о том, что на втором этапе раз у нас так все хорошо, значит ничего не нужно менять. Вот здесь кроется катастрофическая ошибка, потому что мы переходим к третьему этапу, который будет вести запараллельную почти прямую, может быть даже с небольшим верх уклоном, что вроде бы как не так все плохо и вроде бы как даже и не ноль, но это всегда очень быстро заканчивается резким падением вниз. При условии, если на втором этапе не заложить новую S-образную кривую. Я приведу пример. Печатная машинка. Началось все с Кирилла и Мефодия. Придумали, как собрать буквы, придумали, как распечатать на листке и так далее, и так далее. То есть дальше это все превратилось в печатную машинку, Ундервуд известный всем, на котором, кстати, работал Альт Шулер, писал свои работы. А закончилась вся эта история для машинки на Етране. Такая была модель, то есть когда машинке переделали электрический двигатель. А тут пришел следующий этап. Любая техническая система имеет предел своего развития в том виде, в котором она создана. И вот в этом случае как раз такое и наступило. Выше электрической машинки Етране дальше было делать нечего. Пока, и кстати они основоположники идеи, концепции, компания IBM, та самая IBM, которая начала выпускать персональные компьютеры, не придумала идею соединить печатную машинку и телевизор. И родился новый этап, вот этот С-образный кривой. То есть пошло по возрастающей, то есть пошли компьютеры. Это я привел для примера, чтобы было очевидно понятно, для чего это нужно делать. Этот метод тоже был описан, именно как С-образные кривые и как графическое преподнесение того, как изобретение должно работать вообще в принципе. Каждый из этих направлений, которые придумал Альшуллер в Тризе, сейчас имеет огромное количество ответвлений. Я перехожу ко второму, к третьему даже вопросу, как развивался Триз. Когда развалился Советский Союз, много специалистов, которые с хорошими мозгами использовали Триз, они уехали на Запад. Там родилась новая идея, которую они назвали траблшутинг. Нету траблшутинга никакого, есть Триз обыкновенный. То есть траблшутинг, это вот те вот самые истории про два справочника, про разные кроссовки и так далее, всем вам известно. Это вот, не называя себя специалистами по решению проблем. Две сопредельные страны. Ну, допустим, в Африке. Давайте Гану и Анголу возьмем, вот прям приграничные. И в обеих странах построены заводы по производству кроссовок Nike. Заводы работают, вроде бы и сырье есть, и кроссовки выпускаются, и все хорошо, но возникает проблема. Рабочие крадут огромными партиями эти кроссовки. Ну, вы слышали эту историю наверняка, да? И никто не может решить эту задачу. Ни видеокамерами, ни увольнениями, ни еще чем-то. И вот вызывают такого якобы специалиста по траблшутингу. Он приезжает, смотрит на эти заводы. И буквально через какое-то быстрое время предлагает решение. Ребят, а вы правый кроссовок выпускаете в Гане, а левый в Анголе. Оп. Ничего не нужно менять на производстве. Ни производственных линий, ни технологические процессы, ничего. То есть все то же самое. Только там левый, а там правый. Вот это очень показательная такая штуковина. Так вот эти специалисты, уехав на Запад, больше всего, наверное, самая яркая звезда, это Николай Шпаковский, недавно ушедший от нас, вот буквально несколько месяцев тому назад. Человек, который приехал в 2000 году в компанию Samsung. А к 2002 году, если я не ошибаюсь, компания Samsung увеличила капитализацию на 600%. В то же время, когда компания Sony, отказавшая применять Трис, потеряла почти 400. Вот сегодня мы имеем Samsung в лидерах, а от компании Sony осталось практически ничего. Мы знаем Sony Pictures и телевизоры, да? Ну, даже компьютеры перестали выпускать, или если выпускает, то в очень маленьком количестве и не очень популярный. Почему у компании Samsung так получилось? Потому что они реально применяют Трис. И они сегодня знают, как через 15 лет будет выглядеть холодильник, телевизор и утюг. И совершенно спокойно идут по этому пути. Они не сидят и не мучаются в лабораториях, там, как же нам вот новые методы. Им понятно, потому что развитие Трис как раз вот с этими всеми специалистами, оно дало новые направления, которые позволили решать задачи и перешли, ну, например, вот такое направление, как финансово-остоиместный анализ, FCA так называемый. То есть это уже вообще о бухгалтерии, а не инженерии, но он именно по Трису сделан. Потом возникли такие интересные решения, как, например, диверсионный анализ. Очень классная штука, я объясню сейчас почему. Вот мне 51 год, я достаточно долго провел в бизнес-структурах и достаточно давно работаю с изобретательским сообществом. Как человек с большим опытом, много раз сталкивался с такими вещами, как бизнес-план или дорожная карта. Скажу вам честно, возможно, это будет прозвучить крамолой, но я люблю правду, ничего кроме правды. Я не знаю ни одной истории, в которой бизнес-план был соблюден в том виде, в котором он был написан. И если вы мне ее покажете, я буду вам крайне благодарен. Вдруг такой опыт есть у вас? Ну, я сильно подозреваю, что, скорее всего, такого опыта нет. Равно, как и дорожная карта. То есть, по большому счету, это больше такой ритуальный танец между изобретателями и инвесторами, нежели полезный инструмент. Но вот один из моментов 3, который родился, это диверсионный анализ. Это не как вам быстро построить свой бизнес, чтобы все было хорошо, а как его сломать. Вы не поверите, какие фантастические результаты достигаются. Когда ты понимаешь, как твой бизнес можно уничтожить быстрым способом, ты совершенно четко знаешь, чего тебе нужно опасаться. Смотрите, как это, это вот метод переворота. Вот то, что я вам сейчас сказал, это метод переворота. Как его сломать? Выясняются такие вещи, потрясающие. Вот вы даже не можете представить себе, ребят, какие вещи влияют. Расскажу вам пример, вот не связанный с бизнес-классом. То есть, у одного программиста упала эффективность. По TPI упала эффективность. Это считаемый элемент, в общем, видно, что парень, что такое. Ну, и поговорили с ним, и вроде как все нормально, ничего не меняется. А он сам понять не может, что с ним происходит. Я не буду долго историю рассказывать, в чем фишка. Их перевезли в новый офис, и в том помещении, где стояли принтеры и плоттеры, ну, чем он там занимался, условно говоря, печатающая техника, он оказался с порогом. Вот идет этот программист, или снова, с кучей бумаг, для того, чтобы там забрать мысль, думает, как они всегда думают, и в этот момент порог. Он у него бам, спотыкается. Один раз упал, второй раз свернул. У него мысли уходят. Потом он начинает ее догонять. Это же все время. То есть вот как можно предположить в бизнес-плане, что порожек в дверях может повлиять на эффективность работы человека? Да никак. Да ну никак. Вот чем хорош ТРИС. Но рассказывать о нем можно долго, и у нас ограниченное время. Я бы хотел вот что сказать. Сегодня ТРИС – это колоссальная совершенно система, которая применяется и везде, кроме… Ну, я тоже не хочу сказать, что у нас в стране не применяется. Применяется Ростехом великолепно ТРИС, применяется Русалом ТРИС, то есть там специалисты воспитываются, и воспитывается молодое поколение на развитии вот этих штуках. Но я хочу сказать о применении ТРИС за рубежом. Такие компании, как Самсунг я уже назвал, Боинг, Локит Маркет, Аирбас, Фионды Корпорейшн, и еще около 40 великолепно успешно применяют ТРИС наработки. Они об этом слух не говорят, что это ТРИС, это ТРИС. У них это называется теперь уже по-другому. Непокольный Альт Шулер, умирая, кстати, и говорил о том, что ТРИС вернется в Россию с запада. Это большие компании. Но вот пару лет назад правительство Китая, например, сочло ТРИС с соответствующим идеологией коммунистической партии, и были открыты два университета. Ну, Китай показал всем, что если они что-то делают, то делают это не зря и зачем-то. Я считаю, что мы обязаны просто начинать внедрять ТРИС воспитание в умы сегодня. Потому что ТРИС это не есть наука о элементах каких-то. Это способ мышления. И поэтому сегодня ТРИС существует для деток маленьких. То есть есть еще живы соратники Альт Шулера. Вот Селюцкий Александр Борисович, например, живет в Петрозаводске, который в свое время, когда начались конфликты в Баку, убедил Альт Шулера переехать в Карелию. Он похоронен в Петрозаводске. Его дочь Алла Нестеренко, великолепный педагог и детский педагог Патрисов. Хочу вам привести пример. Она просто взяла обыкновенный первый класс, ну как учитель. И до 10-го тогда учились. До 10-го класса факультативно обучала детей. Не то, что она прямо с утра до вечера. Ну там два раза в неделю. Весь класс поступил в технические вузы без каких-то особых сложностей. То есть дети были готовы к этой информации. И они воспринимали совершенно по-другому, иначе информацию. Потому что казалось бы, где вот ТРИС железный и где воспитание детей. Ничего подобного. Созданы методики. Вот, например, Кислов Александр Васильевич, президент Российской ассоциации ТРИС, великолепный детский педагог. Мои дети, у меня два пацана, 8 и 12 лет, воспитываются на его книгах, читают с удовольствием. Они сделаны в форме рассказов, сказок. Ну и с одновременным решением интереснейших задач, которые ставит ребенок перед собой. Почитайте, возьмите. Приключения Микки и его друзей, например. Посмотрите, Кислов Александр Васильевич. Сейчас вот вышла новая книга его, Игу Мира, на основании которой, даже пишется сюжет, будет снят фильм детский об этом. То есть с детского поколения нужно учить детей о том, что нерешаемых задач не бывает, и что каждый человек может решить задачу, и надо объяснить ему как. Вот в чем его важность. В универсальности. В универсальности. Не важно, какой у тебя коэффициент интеллекта в моменте, и какие у тебя когнитивные запросы. Если ты думаешь вот таким вот образом, у тебя структурное мышление, вот так. Ну, я еще хочу вам привести пример, что Крис, вот и еще одна очень важная фраза, это изящный способ решения нерешаемых задач без привлечения дополнительных ресурсов, то есть из того, что есть под руками. И решаются эти вопросы, поверьте, хотя кажется, что вот невозможно. Пример, который я приводил в беседе, карьер. Вот карьер где-то там далеко в лесу, который активно разрабатывается, но рядом нет ни инфраструктуры, ни жилья, ни электричества, ничего. Работает круглые сутки, и в общем-то в наличии на этом карьере есть экскаватор или несколько, и грузовики, которые стоят в очереди под загрузку. Как осветить карьер? Ну, конечно, можно замечательно провести туда линию электропередач. Дорого, долго и что потом? Можно привести, видимо, дизель-генератор, но его же нужно чинить, если он сломается. Нужно топливо доставлять, то есть это уже нужно строить инфраструктуру. Это тоже не очень интересно, потому что бывают такие решения, при которых вытащили из этого карьера, и надо срочно переехать обратно. Ни линии электропередач, ни вот эту историю уже тащить сложнее. Как решили эту задачу? Да поставили простое зеркало. То есть грузовики ночью стоят с включенными фарами. Вот зеркало, угол падения равен углу отражения. Все. Изящно? Изящно. И таких примеров миллионы. Опять же, вот те же трабл-шутеры рассказывают историю про маленький городок американский, в котором выпускались два телефонных справочника. Одинаковые совершенно номера телефонов, одинаковые совершенно магазины, то есть, ну, и все покупали по два справочника. Ну, вот как было решать эту задачу? Ну, человек взял и предложил. Один справочник сделать толстым, но маленьким, а второй оставил в том режиме, который есть. А вот я говорю, представьте себе, вы приходите домой, у вас в руках большая книжка и маленькая толстая. Как вы ее положите? Ну, вот так же не положите на маленькую. Это неудобно, она будет падать, она будет постоянно мешаться и так далее. Вот так очень быстро за месяц умер первый справочник, ну, потому что в нем отпала необходимость. Все можно решать таким способом. И я, в общем-то, в каждом своем интервью призываю и наши власти, и наше министерство образования, что вы поймите, ведь мы можем применять любые импортные аналоги какие-то. Кайдзен в Японии, или там Эджайл в Америке. Ну, простите, есть еще менталитет. Вот, кстати, Кайдзен, как и вообще многие японские патенты, были взяты из журнала «Техника молодежи», где все это печаталось. В общем-то, Лин Продекс, в том числе, это всего лишь альшуль. С чего бы это вдруг? Вот Тойота после войны вдруг так начала развиваться. То есть они взяли этот метод и развили его как свой. Молодцы. Но он неприменим у нас, потому что у нас нет японской психологии, ментальности. Там совершенно другое все. Там пожизненный найм, там коллективный разум и так далее. То есть они отличаются очень сильно по мышлению от нас. Это нехорошо и неплохо, мы просто по-разному мыслим, как и любая другая цивилизация. И Кайдзен хорош для японцев, но он не будет работать у нас, простите, у дяди Вани на производстве, он не будет его выметать там и что-то там пытаться делать, улучшать. Это не нужно, у нас метальность другая. Или там Эджайл. Все заточено под очень нелюбимую нами стяжательскую функцию. То есть вот как денег заработать. А если посмотреть на реальное развитие того, что происходило, это всегда происходит через создание общественно полезного продукта. Вот этим мы и славимся, русские. И здесь и нужно применять ту науку, которая была изобретена в России для русских, для решения задач русских инженеров. И я призываю всех, давайте вернемся к этому. Есть специалисты, еще живые соратники Альшуллера, есть масса материалов, литература. Ваир очень серьезно к этому подходит. Мы разрабатываем методички, мы собираем скрупулезные эти материалы. Сейчас мы снимаем фильм о Бальшуллере, очень серьезный. До конца года мы, полагаю, закончим и покажем его всем. Будет называться «Возвращение звездного капитана». Уже две трети фильма мы отсняли. И сейчас вот скоро будем это все с одной единственной целью. То есть я не говорю, что Трис – это панацея. Без развития творческой личности человека, который может и хочет что-то изобретать, без создания среды для его возможного обитания, для того, чтобы он мог что-то придумывать, никакой Трис работать не будет. И Кайдзен не будет, и вообще ничего не будет работать. То есть человек должен захотеть изобрести, у него должно прийти вдохновение. Для этого нужно создать среду. И в конечном итоге я хочу последний вопрос озвучить, как это будет развиваться в будущем. То есть сегодня все специалисты, в общем-то, пришли к одному мнению, и западные, и наши, что сам по себе Трис, он закрывает, может быть, три задачи из пяти. Но две оставшиеся задачи, это как раз касается кибернетики человеческих взаимоотношений, скажем так. Есть три уровня кибернетики человеческих взаимоотношений. Первая кибернетика, это называется, так сказать, у нас в этой истории Бриза, субъект-объектная парадигма. Ну, я буду прям, ты начальник, я дурак. Какое же здесь творчество? Ну, какое здесь может быть творчество? То есть дали директиву, ты ее должен исполнять, не дай бог, шаг лево, шаг право, наказание и все остальное. То есть система поощрений и развития не существует. А мы стараемся перевести предприятие к следующей парадигме. Субъект, субъектная парадигма. Да, я твой руководитель, ты мой подчиненный, но ты на месте знаешь лучше, что нужно исправить. Грубо говоря, маляр, который прям физически красит стену, он понимает, какая нужна краска. И он дает эту обратную связь руководителю, а тот на основе этой связи принимает какие-то стратегические решения. Что покупать, как применять и так далее. Это огромный скачок даст, колоссальный скачок даст в развитии. В конечном итоге все это должно прийти, по идее, и пока еще, наверное, рано об этом говорить, но мы все надеемся, что наступит такое светлое будущее. Это субъект, полисубъектная среда. Что это такое? Это шеф, сидящий в офисе, который отвечает за миссию компании, которая, как правило, недостижима. То есть поставили миссию вот где-то там, чтобы всему человечеству была вода, или всему человечеству была еда, или какая-то там мелкая часть, но которая тоже всему человечеству. А весь коллектив эту задачу решает, он на работу идет во вторую очередь за заработные платы. В первую очередь им должно стать интересно, они должны понимать свою цель. И понимая свою цель, творчество тогда возникает. То есть их слышат, их уважают, их за это пантериально поощряют, и они участвуют и в прибыли компании. Вот тогда компания динамично развивается, несмотря ни на какие обстоятельства. Потому что ни один начальник, как в первом случае, чешет репу, что случилось, и как сейчас делать. Вот у нас сейчас очередной кризис, и вот все эти руководители, мне вас очень жалко, правда, но так задачи не решаются. А решает весь коллектив. И каждый, выдавая свою какую-то мысль, в конечном итоге приводит к какому-то знаменателю и понятному вектору движения. Потому что мысль может быть и абсурдной, но в процессе, когда абсурдную мысль коллектив начинает обсуждать, как сломать систему, возвращаемся на два шага назад, и рождается та идея, а что, если сделать вот так? То есть должны быть средства и силы внутри коллектива, без привлечения каких-то умных дядь, которые приедут и все расскажут, вот сейчас вы все будете умными, я вам сейчас прочитаю какую-то лекцию, у вас все будет хорошо. Да не будет, ребят, не бывает так. Я таких примеров не знаю. Как правило, это заканчивается как хорошо, что вы нам все объяснили, как плохо, что мы ничего не поняли. Через день все вот эти семинары, вдохновляющие, это никак не работает. И развитие ТРИЗ мы видим каким образом? Видео бюро решений изобретательских задач, которые мы соединили, вот кибернетику человеческих взаимоотношений с ТРИЗом, оно должно происходить изнутри коллектива. То есть те люди, которые субъектны, которые готовы взять на себя эту ответственность, то есть это ядро, это локомотив, это толкатель, который хочет этим заниматься. И вот тогда он рождает вокруг себя некую энергию, к которой подтягиваются другие люди. Им становится интересно, они садятся вечером на мозговые штурмы после работы, после своей работы, то есть они бегут пиво пить или там по домам, а им интересно остаться, потому что они четко знают, что за этим последует какой-то и финансовый результат, и в общем-то моральный, потому что любой изобретатель, поверьте, он не за деньги работает, он еще раз, семантика слова изобраза. Метод поощрения, похлопать по плечу, работает намного серьезнее, но если подкрепить его, как это в советское время происходило, там 10 рублями, это 10% от зарплаты инженера, за рационализационное предложение, будет работать еще лучше и быстрее, его еще и дома ругать за это не будут, что он задержался на работе. Вот примерно так. Я, конечно, не являюсь, тыс-мастером или тыс-специалистом, я руковожу сообществом, вот своей частью, и в данном случае мне поручен северо-западный регион, я возглавляю Санкт-Петербургскую региональную организацию, Объединенный Совет с Ленинградской областью. А сегодня Санкт-Петербург, во-первых, хочу сказать, что Всероссийскому обществу изобретателей и рационализаторов 20 января мы отмечали 90-летие, вы представляете, 90 лет, сколько поколений существует эта структура. Но хочу похвастаться, что Санкт-Петербургская организация отметила в этом году 105-летний юбилей, потому что была создана в 1917 году, просуществовала, правда, всего полтора года, Петербургский союз изобретателей. Прилос, который потом прекратил свое существование, возобновил в 1932 году. То есть 105 лет неиспорченной репутации и вот огромного творческого потенциала из-за дела, который нужно обратно вернуть. Не все было плохое в Советском Союзе. А мы поможем с этим разобраться со всем. И внутрь нашего сообщества входят и специалисты Патрис, и инженеры талантливые, и просто кулибины, которые делают в гараже. Вы не представляете, что творят сегодня шестиклассники. У нас есть премия для детей творческих. Я рекомендую посетить, она проходит в Великом Новгороде, у нас ежегодное событие. Прям рекомендую посетить и посмотреть, что творят шестиклассники, придумывая какие вещи. А знаете, почему это происходит и на этом закончим? Я всегда задаю один вопрос. Почему Шмель летает? Я всегда даю один и тот же ответ. Да потому что Шмель не знает законов физики и аэродинамики. Ему никто их не сообщил. Он летает на совершенно других принципах. Кто интересуется, может загуглить, почему летает Шмель. Там совершенно другие принципы не связаны с аэродинамикой. Ну, ему просто никто не сказал. Детям тоже никто не сказал, что так нельзя. Вот поэтому они и совершают такие открытия. Это важно развивать, это нужно. Я сделаю очередной комплимент своему кумиру, если хотите. Есть такой профессор Олег Фиговский. Человек уже достаточно в возрасте. Живет он в Израиле. Он почти 80 лет. Почитайте труды Фиговского. Для начала, до изучения ТРИС. То есть, это квинтэссенция, которая уже обо всем. То есть, он говорит не о ТРИС, он говорит о службе системных инженеров. Кто в нее должен входить? Ну, как вы думаете, кто должен входить в службу системных инженеров в предприятии, для того, чтобы можно было чего-то там продвигать? Уникально и смешно, но в то же время, если вдуматься в то, что я сейчас скажу вам, думать, вы поймете, что это идеальный, конечно, результат. Итак, в группу должны входить 5 человек. Гений, аферист, два инженера и один дурак. Подумайте над этим. Почему именно так? А более подробно почитайте у Фиговского. После этого у вас определится понимание, что именно из ТРИС вас интересует. Потому что по ТРИСУ колоссальное количество литературы, и это будет просто перегруз, который не даст никакого эффекта. А его, как следует, надо упрощать. Есть замечательные работы Виталия Витальевича Ильинского. Он совершенно мой ровесник, замечательный, цветущий мужчина, который придумал такую штуку, как ИК-Эринг. То есть это краткий курс по ТРИСУ. Он за 3 дня способен преподать именно ту квинтэссенцию, часть, которая сработает у вас на мозгах. И есть прям простые тестовые таблички, которые заполняют люди, которые вообще о ТРИСУ не слышали ничего, в принципе, никогда. То есть через 3 дня они начинают решать. Вам будет просто после Фиговского проще понять, какая именно цель преследуется и какую часть можно взять из ТРИСУ и чем ее можно дополнить. Еще раз, ТРИСУ не является панацеей. Это всего лишь базис. Базис, на который нужно накладывать другие вещи, взаимоопылять. Это возможно. Он очень конструктивно приспосабливается к таким вещам. Но самое главное, тут не уходить вот это самая главная ошибка у всех. В непонимание того, что изобретатель это творец и он имеет имя. И он такой же живой, как мы с вами. Ведь вы почитайте сегодня, я еще немножко маленькое отступление, но это очень важно. Ведь почитайте законы о интеллектуальной собственности. То, что мы вот на протяжении трех дней в течение конференции говорили о том, что это надо развивать, о том, что нужно делать. Но если почитать сегодня российское законодательство, то, во-первых, там вы не найдете больше слова рационализатор и изобретатель вообще. То есть закончило действие постановления ЦСП с 1972 года, а новое не внесли. Но как же будут рационализировать предприятия, если понятия такого нет, рационализатор? Нужно доплатить деньги, то есть это все должно выходить из бюджета, оно должно быть учтено, законом разрешено. Нету. И самое главное, даже не в этом, это там можно исправить. Нет вот того Васи Пупкина из гаража в изобретательстве, есть интеллектуальная собственность. У меня всегда вопрос, вот она взяла и возникла. Вот взял и появился вот этот флаг. И уже кто-то придумал. Какой-то конкретный человек с конкретным именем, конкретной фамилией, то есть даже, возможно, запатентовал свою идею. Но человек, когда не упоминается в законодательстве, тогда и меры поощрения этого человека не упоминаются. Вот в чем вопрос. Я к чему? К тому, что научив людей пользоваться инструментами, им еще и нужно дать свободу этой мысли, чтобы у них возникло желание работать. Надо создать им условия, надо их поощрить каким-то образом, мотивировать не только рублем, но и... Да господи, ну были раньше там простые методы. Доска почета. Да что в ней плохого-то доска почета? Ему приятно. Человек приезжает на вахту, например, я сталкивался с такими вещами. Маленький листок, там заводская газета, стенгазета, условно говоря, но напечатанная в типографии. Вот он возвращается домой с вахты. Мало того, что он сыну или дочке везет какую-то презент, он еще привезет в газету, смотри папка какой у тебя, молодец. Скажите мне, мотивация? Да это мотивация сильнее денег. В разы. Потому что глазенки ребенка, папа, все, бог, да? А у того дает крылья подъема и так далее. Понимаете, о чем я? Вот это очень важно момент учитывать. Ну, конечно, это не в данной беседе. Обращайтесь в АИР. Мы поможем, расскажем. А решение будете принимать сами. Большое спасибо, друзья. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok